Здравствуйте! Это программа «Слово». Мы говорим с вами о понятиях и о нравственных ценностях нашей жизни. В некоторых наших передачах мы готовы отвечать на ваши вопросы, поэтому просим вас задавать их нам по телефону 240-09-19, либо писать на электронный адрес, указанный в титрах нашей программы. Меня недавно спросили о том, как человеку современной эпохи, христианину в современной информационной эпохе выживать, как ему спасаться, как бороться за свою душу. Сейчас пост великий продолжается. Что важно сделать человеку в такое наше сложное время? Отвечая на этот вопрос, наверное, я бы, во-первых, выделил необходимость такого внимательного отношения к своей жизни. Мы из-за того, что вокруг нас много информации, часто рассеянные. И эта рассеянность, она является часто причиной нашей неспособности бороться с нашими страстями, совершать добрые дела. И поэтому на первое место нужно ставить внимание. Конечно, современный информационный мир, он очень богат, разнообразен. И прежде всего, это видеосфера нас окружает, да, это интернет, это телевидение. И в этой связи христианину следовало бы посмотреть на то, чтобы вот пользоваться этими, в общем-то, полезными вещами с практической точки зрения. То есть не допуская, чтобы эти вещи нами господствовали. Что значит с практической точки зрения? Если нам нужно подготовить реферат, статью, найти какую-то информацию о погоде, давайте мы этим воспользуемся. Но при этом не увлекаться, при этом контролировать вот те информационные материалы, которые нас окружают. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С помощью всемирной паутины мы добываем полезные знания, общаемся, узнаем новости, совершаем покупки и много чего еще. Но, как известно, в интернете есть не только полезное. Существует множество сайтов, пропагандирующих порнографию, наркотики, суицид, межнациональную и религиозную рознь. Чтобы защитить детей от такого рода сведений, в России разработан единый реестр запрещенной информации. Каждый из нас встретит в сети интернет-информацию, которая, на наш взгляд, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее к эксперту для проведения проверки. Для этого нужно сделать всего несколько шагов. Открыть любую поисковую систему в сети интернет и набрать слово «Роскомнадзор». Мы попадем на официальный сайт, на главной странице сайта в ее нижней части, откройте окно «Единый реестр запрещенной информации», откройте раздел «Прием сообщений», внесите информацию, нажмите кнопку «Направить сообщение». Если по указанному вами адресу эксперты найдут запрещенную или вредную для детей информацию, данный адрес на территории России будет заблокирован. Нужно уметь себя защищать. А как защищать? Это второй совет, который я бы дал, потому что в такое время сложное информационное, когда много люди говорят, много спешки вокруг, все-таки даже в этой ситуации уметь хотя бы на краткое время, но помолиться. Вот когда мы в молитвенно ведем дни свои, свои тела, то тогда это будет способствовать, опять же, возвращению нас ко внимательной жизни. Еще один, третий совет можно было бы дать о том, что мы могли бы в своей жизни, когда все другие куда-то торопятся, все другие спешат, все-таки внутренне, вот себя держать в такой благородной неторопливости. А в целом, конечно, несмотря на то, что время, которое мы живем, сложное, оно интересное, но, повторю, важно этими техническими благами пользоваться умело, молитвенно и для пользы своим душам. Вы смотрели программу «Слово». Я желаю всем вам благодатного мира в душах ваших. Спаси всех вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова